Добрый вечер, уважаемые товарищи! Мы рады вас видеть на первом занятии нового семестра университета рабочих-корреспондентов. С планом занятий можно ознакомиться в газете «Народная правда», на сайтах фонда «Рабочая академия» и сайте РКРП. Занятия ведут наши ведущие научные работники и практические работники, руководители РКРП. Тема первого занятия современной формы хрущевщины ведет занятие доктор философских наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Михаил Васильевич Попов. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Тема, которую я должен сегодня докладывать, является очень острой и злободневной. А злободневной является потому, что то, что было в свое время в зародыше, продолжает существовать в тех или иных формах и сегодня. Но для того, чтобы понять современную хрущевщину, естественно, надо обратиться к первоисточникам. И вот я вооружился первоисточниками, какие есть, а именно, вот доклад Хрущева здесь опубликован в журнале «Извести ЦК КПСС» в 1989 году в третьем номере журнала «Извести ЦК КПСС». Я сегодня проверил в интернете, если вы наберете доклад Хрущева на 20-м съезде о культе личности и его последствиях, так он называется. Запросто дает интернет этот доклад, потому что он на сегодняшний день секретным не является. Но то заседание, на котором был сделан доклад на 20-м съезде, а у меня в руках второй том синограммы, синографического отчета 20-го съезда КПСС, он был сделан на закрытом заседании. Но несмотря на то, что он был сделан на закрытом заседании в синограмме съезда, самого доклада нет, но есть постановление 20-го съезда КПСС. Многие думают, и я вот до последнего времени думал, пока не перепроверил, иногда важно перепроверять по документам, что это был доклад в конце, когда съезд закончился, и вот выступил Хрущев с таким докладом, и все разошлись после этого в печали. Нет, было не так. После этого пункта съезда о культе личности и его последствиях, закрытого заседания и принятия постановления соответствующего. Затем стоял пункт утверждения директив 20-го съезда по 6-му пятилетнему плану. После него прошло оглашение результатов выборов Центрального комитета и Центральной ревизионной комиссии. После этого вопроса рассматривался вопрос о новой программе КПСС, принятия постановления о подготовке новой программы КПСС. То есть это вовсе не последний пункт был съезда, а он сопровождался следующими пунктами. Ну и самое печальное в этом, что доклад был выслушан, так сказать, без протестов. И второе, что постановление, которое было принято по докладу Хрущева, которое в целом очернял деятельность Сталина, не содержал в себе никакого классового подхода, никакой даже попытки рассмотреть такую, так сказать, крупную историческую фигуру с позицией теории классовой борьбы. А теорию классовой борьбы, как известно, не Маркс разработала, а разработали французские буржуазные историки Тьерри, Минье и Гизо. Так что уж, как говорится, тем, кто претендует на марксизм или ленинизм, тем более надо было бы этим владеть. Все объясняется в деятельности Сталина, и плюс, и минус объясняется особенностями характера, мнительностью, подозрительностью и прочими всякими обвинениями в адрес Сталина, которые ничем серьезным, в общем, не подкреплены. В том числе Хрущев ссылается на свои якобы разговоры со Сталиным, которые, как известно, никак невозможно проверить, и которые не являются никакими документами. И видно было из доклада, я его сегодня внимательно перечитал, вот этот доклад, он опубликован, как я сказал, в третьем номере журнала «Известия ЦК КПЗ за 89-й год». Он пропитан ненавистью к Сталину и обидой, видимо, на то, что, так сказать, такую великую фигуру, которая хотела, чтобы был культ личности Никиты Сергеевича, а фильм ведь был такой, наш Никита Сергеевич, я смотрел, вообще, на театре «Глобус» в Парке Победы, так что мы это помним, как его пропагандировали. И помним, что первое, что сделал Хрущев, после того, как он показывал, что не должно быть незаконных репрессий, объявили Берия, который был, как известно, заместителем председателя Совета Министров, объявили его бандитом, бандитом он объявляется прямо вот в докладе, бандитской группы Берии, и, так сказать, в закрытом режиме осудили и расстреляли, и, так сказать, концы в воду. Хотя, так сказать, формулировка, что он английский шпион, может вызвать только улыбку, потому что занимался, как известно, Берия, отвечал за ядерную программу, за программу ракетостроения в СССР. Поэтому обвинение это явно смехотворное. Значит, надо сказать, что, и это факт очень печальный, что внутри страны довольно слабая реакция была на этот доклад. Во-первых, потому что так было здорово сделано, что вот доклад сделан на закрытом заседании, сразу после съезда выпущен этот доклад за границу, за границей везде печатали, началась травля вообще Советского Союза, травля коммунистической партии Советского Союза, со всех сторон. Это было, собственно говоря, начало той крупнейшей атаки из внешнего мира империалистического окружения против Советского Союза. А внутри страны обычные советские люди пребывали в неведении, что там такое наговорилось. На собраниях партийных зачитали этот доклад, но ни у кого текста не было, на тексты ссылаться было нельзя, поэтому нельзя было ни защищать, ни проверять, ничего в руках у людей не было, по-прежнему надо было доверять первому секретарю. Вот это уже действительно куть личности. Хотя, вот можно сказать, что огромное число коммунистов и беспартийных, и в том числе делегатов 20-го съезда оказались в том положении, о котором Ленин высказывался так, «То, кто в политике или в экономике верит на слово, тот круглый дурак». Я, когда первый раз это прочитал, как-то немножко даже и обиделся. Что же вообще, и доверять нельзя. Тогда вот я начал дальше читать, и нахожу следующее высказывание по этому же вопросу. «То, кто в политике или в экономике верит на слово, тот круглый идиот». Ну, тут я уже успокоился по этому поводу, думаю, что там не надо больше искать. Но, к счастью, нашлись товарищи в международном коммунистическом движении, которые на вот эту клевету, на это очернение Сталина, ответили. И они ответили очень хорошо. Я хочу отметить, к чести наших товарищей, хотя и запоздало, но все-таки к 80-летию Великой Октябрьской стерилизической революции была проведена международная конференция. Вот здесь сидит Виктор Аркадьевич, который непосредственно ее организовывал, и мне пришлось тоже в ней участвовать. На этой конференции был были представители зарубежных компартий, в том числе из Бельгии, которые очень активно по этому вопросу выступали, и была принята резолюция о том, что антисталинизм является современной формой антикоммунизма. Антисталинизм является современной формой антикоммунизма, и, надо сказать, последующие события и предыдущие события уже это показали. Но все-таки первенство было за статьей Мао Цзэдуна под названием «К вопросу о Сталине». Он пишет в этой статье. Статья эта опубликована. Вот этой книги. Я видел один экземпляр, еще продается здесь. Сталин – руководитель государства диктатуры пролетариата, материалы научно-практической конференции, посвященной 135-й годовщине со дня рождения Сталина, 20 декабря 2014 года, Санкт-Петербург, 2015. Здесь участвовали в этом мероприятии представители Российской коммунистической рабочей партии, рабочей партии России и другие товарищи, которые выразили отношение к Сталину и оценили его деятельность уже на современном этапе. Ну и в этой книге в конце, в качестве приложения, напечатана статья Мао Цзэдуна к вопросу о Сталине. Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая, который немедленно отреагировал на вот это выступление Хрущева и на ту антисталинскую пропаганду и вакханалию, которая началась. Надо сказать, что кроме того, что было сказано в докладе, имеется постановление 20-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Я это постановление зачитываю. По докладу товарища Хрущева о культе личности и его последствиях. 25 февраля 1956 года принято единогласно, что особенно печально. Заслушав доклад товарища Хрущева, НС о культе личности и его последствиях, 20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза одобряет положение доклада Центрального комитета и поручается, как и ПСС, последовательно осуществлять мероприятия, обеспечивающие полное преодоление чуждого марксизма-ленинизма культа личности, ликвидации его последствий во всех областях партийной, государственной и идеологической работы, строгое проведение норм партийной жизни и принципов коллективности партийного руководства, выработанных великим Лениным. Вот так звучит это постановление, поскольку со Сталином были связаны все вопросы революционной борьбы, достижения, которые получены в переходный период и во время гражданской войны, индустриализация, коллективизация. Вот я хочу сказать, что к нам в Днепетербургской философии приезжал товарищ Гобозов из Москвы, профессор Московского университета. Ну что, говорит, была индустриализация, теперь деиндустриализация. Была коллективизация, теперь де-коллективизация. И вот вам результат де-сталинизации. То есть вот эта де-сталинизация, которую объявили на 20-м съезде с подачей Хрущева, и наличие культа личности, первого лица, независимо от того, что это лицо говорит, с чем выступает? Отсутствие самостоятельности, очень низкий уровень теоретической подготовки, ведут к тому, что вот можно оказаться либо в положении дурака, либо в положении идиота. Потому что, скажем, обвинять вот всех делегатов 20-го съезда, ну как-то тоже вот рука не поднимается, и голос, так сказать, не поднимается. Но то, что, так сказать, некоторые вещи можно было, так сказать, понять, понять, что, например, никаких аргументов, связанных с тем, что продолжаются классы ВАГ, в том числе и при социализме, пока классы полностью не уничтожены. Если люди Ленина читали, они бы на эту, или, по крайней мере, обдумали, они бы на эту удочку не попались. Но, к сожалению, так произошло. То есть, на основании этого постановления съезда, в котором всего там десяток срок, можно, так сказать, в каждой области, посмотрите, во всех преодолевать чуждое марксизм-ленизму и ликвидировать последствия этого культа личности, то есть последствия того, что связано со Сталиным, во всех областях – партийной, государственной, идеологической работы. И началось, вот, началось наступление на всё, что было завоёвано, на всё, что было связано со Сталином, а то, что было связано со Сталином, связано было с социализмом. Неразрывно. Потому что, изображать, например, так, как изображали, дескать, советский народ, вот победил в войне, а верховный командующий не знал, что делать, никак не мог разобраться, ничего не понимал. Или была индустриализация, но вроде как вот генеральный секретарь никак в этом не участвовал, это просто народ просто так создавал. Мы все прекрасно понимаем, что без организации и без вождей, в том числе без руководителей этой организации, никакая организация не существует. И на эту тему есть специальная статья у Энгельса об авторитете, так и называется. И есть по этому поводу разъяснение Ленина в книге «Детская болезнь ливизны в коммунизме». Что так вот исторически складывается, что для борьбы за интересы класса создаются партии. В партии имеется, так сказать, определенная группа, которая составляет руководящие ядро этой партии. Есть вожди этой партии. Они или формально являются вождем, или неформально, но обязательно это есть. И, безусловно, роль личности в истории очень высока. Все зависит от того, кому эта личность служит. Если личность служит себе, как Горбачев, она разваливает государство. Если личность служит общему делу, то она, как говорится, уходит всем, чем пришла. Что оставил семье товарища Сталин? Сапоги? Каким же самим починенный? Какие богатства он накопил? Никаких. А вы посмотрите, что происходило после того, как разоблачили, так сказать, куличность Сталина. И пытались насадить культ личности безграмотного Крущева. Но я повторяю, что все-таки первым выступил здесь и громко сказал о том, что произошло на 20-м съезде Мао Цзэдун. Коммунистическая партия Китая неизменно читает, что полное огульное отрицание Сталина товарища Крущевым под предлогом так называемой борьбы против культа личности является совершенно ошибочным и тенденциозным. В письме ЦК КПК от 14 июня указывается, что так называемая борьба против культа личности противоречит цельному учению Ленина о взаимоотношениях между вождями, партией, классом и массами и нарушает принцип демократического централизма в партии. Великий Советский Союз является первым в мире государством диктатуры пролетариата. Главным руководителем партии и правительства этого государства вначале был Ленин, а после его смерти Сталин. После смерти Ленина Сталин не только стоял во главе партии и правительства Советского Союза, но и был общепризнанным вождем международного коммунистического движения. История первого в мире социалистического государства, начало которой положил Октябрьская революция, насчитывает всего 46 лет. Из них около 30 лет главным руководителем этого государства был Сталин. Жизнедеятельность Сталина занимает исключительно важное место как в истории диктатуры пролетариата, так и в истории международного коммунистического движения. Коммунистическая партия Китая всегда считала и считает, что вопрос о том, как надо понимать Сталина и относиться к нему, это не только вопрос оценки самого Сталина, но и, что еще более важно, вопрос о том, как надо обобщать исторический опыт диктатуры пролетариата. На 20-м съезде КПСС товарищ Хрущев полностью и огульно отрицал Сталина. Однако никто не может отрицать ни международного значения исторического опыта первого в мире государства диктатуры пролетариата, ни того исторического факта, что Сталин стоял во главе международного коммунистического движения. Коммунистическая партия Китая всегда считала и считает, что необходимо всесторонне, объективно и научно анализировать заслуги и ошибки Сталина, применяя методы исторического материализма и основываясь на подлинной исторической действительности, они следуют субъективно, грубо и огульно отрицать Сталина, прибегая к методу исторического идеализма, к произвольному искажению, эсификации истории. Ну вот если философски оценивать доклад Хрущева, это плод крайнего субъективизма. Видно было, что, как говорится, дорогу на некоторые посты, которые не заслужил Хрущев, Сталин ему перекрыл и ненависть, которая была у Хрущева, к Сталину брыжет буквально между строк этого самого доклада. Итак, что получилось? Что получилось? Получилось, что ликвидация, так сказать, последствий культа личности Сталина на самом деле была прикрытием для разрушения того, что при Сталине было построено. Давайте вспомним, что разрушалось. Значит, во-первых, у нас существовали централизованные министерства. Там были квалифицированнейшие кадры, сталинские кадры, которые прошли войну и восстановление народного хозяйства, которые разбирались в науке и в технике. Эта система централизованного управления через министерство была сломана. Разогнано министерство под таким, опять, прикрытием, что, я скажу, мы сделаем, как приление субнархозы. Так приление субнархозы делали тогда, когда еще не было централизованного управления, еще не успели создать систему государственного плана централизованного управления. Это был единственный выход. На месте Совета, при них какие-то отделы и территориальные органы, которые управляют тем, что есть. То есть масштабы всей страны, что только и делает страну социалистической, когда весь хозяйственный организм по единому плану действует в общих интересах, этого еще не было. только начало было. Вот к этому началу, то есть к разрухе, которая была в переходный период, Хрущев привел и очень быстро после 20-го съезда. Кроме того, что произошло? Надо было убрать партийные кадры, которые поддерживали Сталина, то есть социалистическую позицию, твердые, идейные. Как это сделать? Ну, в прямую это трудно сделать. Их много. И они боевые. Происходит деление партийных организаций на сельские и промышленные. Как будто партия должна руководить не страной, не всем в целом, в комплексе. А только, значит, выговорят, вы сельские коммунисты, вы промышленные коммунисты, у вас свое, у вас свое, у каждого свой секретарь. И эта глупость до известной степени сейчас держится. Вот сейчас у нас почему? У нас есть отдельная Ленинградская область, отдельный субъект Санкт-Петербург. Что это такое? Или есть Екатеринбург и Свердловская область. Ну, то есть в области не дошли до такой степени маразма, чтобы, так сказать, снимать вообще название области. И не дали снять. Это вполне сознательно. Товарищи депутаты, когда им пытались навязать переименование области, они на это не пошли. А здесь вот Собчак сделал обманный референдум, который привел к переименованию Ленинграда в Санкт-Петербург. И что, и раскололи, а как можно вообще хозяйствовать, разделив вообще промышленность и сельское хозяйство? Это вот те, которые делали совнархозы, они тут умудрились еще и поделить сельское хозяйство и промышленность так, чтобы это вообще были разные субъекты. Вот что проделал Хрущев. Хрущев уничтожил машино-тракторные станции. Тот, кто изучал работу Сталина экономические проблемы социализма СССР, помнит, Сталин очень понятно объясняет. Это вот рабочий класс в деревне. Там же государственное предприятие, машино-тракторные станции, там обеспечивается техникой, и техника это обслуживается, она ремонтируется, она направляется куда угодно, куда нужно. Скажем, если идет уборка, значит, может вся эта техника переезжать. Не надо здесь заканчивать работу, как только вот здесь убрали. Переезжайте дальше, на север, еще на север и так далее. И по всей стороне машины с водителями двигались, и не надо было столько техники для урока и урожая. Что произошло? Разорили село, потому что надо купить было эту всю технику, и значит, у колхозов никакой базы-то не было для ремонта. Значит, было два комбайна уже на следующий год. Один комбайн из двух как-то местные ремонтники собирали, из двух тракторов один и так далее. То есть подрыв экономики, сельского хозяйства, подрыв вот этого единства. Машино-тракторная станция олицетворяла собой и на управляющую роль рабочего класса в деревне, и единство рабочего класса и крестьянства. Это было разорвано. Но для того, чтобы у народа появилась ненависть вообще к партии, ничего лучше не надо было придумать, как взять и начать урезать подсобное хозяйство. Что такое подсобное хозяйство? Да, которое подсобляет, которое является главным источником. Под видом того, что мы, так сказать, боремся с какими-то мелкобуржуазными устремлениями, значит, пообрезали людей так, что они должны были бежать в магазин за этим самым, за огурцом, за помидором, за пучком редиса и так далее. Или там, вот скажем, у меня, я работал каталем на Красной Звезде кирпичном заводе, здесь вот, вверх по Неве. Я приезжаю, у него было пять детей, он и рыбу там наловит в Неве, или, так сказать, он-то работал все время на заводе, а в то же время надо было детей накормить, пяти рыб. Значит, ходила корова, потому что был пастух там их коллективный, то поросенок есть, то его зарезали, русалы едят. Все, идите в магазин. А что тогда в магазине? А в магазине давайте цены повышать. Кто первый повысил цены в порядке разоблачения культа личности Сталина? Рущёв. Я помню, у меня родители принесли, значит, серую батону, два, каждый батону принёс, и мать, и отец. На следующий день загудел, там Кировский завод забасовал. Потом опять появились белые, но уже теперь из Канады стали зерно везти. До этого мы как-то обходились без этого зерна, тем более, что наше зерно лучше, чем всякое, так сказать, канадское, потому что канадское шло на фураж. А зачем нам теперь фураж? У нас теперь порезали и продолжают, так сказать, эту линию хрущёвщины, и сейчас у нас в 90-м году было крупного рогатого скода 20 миллионов, а сейчас примерно 9 миллионов режут скот. Уж про коллективизацию не говорят, что там, где скот порезали. Уж столько порезали скота. И сейчас почитайте российскую газету и вы узнаете, что не только дело в том, что везде пихает это пальмовое масло, а кроме всего прочего молока у нас мало. А почему мало? А потому что 15 рублей берут, а по 50 продают. Невыгодно молоко производить в каком хотите форме. В частной, в коллективной. фермерской. Невыгодно. Режут. Мясо увеличивается количество, потому что режут молочный скот. Продолжается эта вся история, которую начал Хрущев. Спрашивается, а почему дефициты были перекосы такие? Ну, понятно, почему. Какая должна быть политика повышения реального содержания заработной платы? Политика очень простая. Если мы сделали больше книжек, что надо сделать? Зарплату поднять? Я поднял зарплату, и люди вместо того, чтобы покупать больше книжек, они так и будут валяться, они пошли и купили мясо. Так, а мяса больше не стало. Тогда, получается, спрос вырос. Потом еще вырос, потом еще. Тогда давайте цены на мясо повышать. То есть, политика снижения цен позволяет снижить не вообще все цены, как попало, а вот только на то, чего стало больше, чтобы после того, как вы снизили цену, никаких очередей бы не было и никакого самого роста спроса, чрезмерного, тоже не было. И если у вас больше стало огурцов, ну, допустите цены на огурцы. Ну, на мясо-то зачем? А что такое взять и повысить просто зарплату? Увеличить спрос на все. В том числе и на мясо и молоко, в которых рост производительности труда очень медленный был. И начались все эти самые страшные перекосы. И все это приводило к тому, что поскольку это все делалось от имени партии, отношение к партии стало негативным. Я уже говорю о дальнейшем, к чему это хрущевщина привела. Я, так сказать, проявлением этой хрущевщины была экономическая реформа 65-го года, поскольку известный дружок Либерман Хрущева ее продолжал делать и уже при Брежневе и Косыгине ее осуществляли, потом ее даже Косыгинской назвали. В чем смысл этой реформы? А в том, чтобы дальше двигаться по пути не планировать, а за счет повышения цен все решать. Потому что все уже было на это сориентировано. Представили, какой был показатель снижение себестоимости. А как вы снижаете себестоимость? Ну-ка, выше производительность, значит, выше технический прогресс, значит, надо экономить материалы, значит, надо повышать квалификацию. Ну, а тут у нас три показателя появились. Объем реализации, цены повышают и будет больше объем реализации. Прибыль, ориентабельность, когда эту же самую прибыль разделите на фонды. Все-все нацелено на то, чтобы повышать. И вот тогда была книжка Медведева для системы партийного учеба и политэкономии, социализма, значит, там картинка была характерна. Рубль нарисован металлический вместо головы. И, так сказать, показывает себестоимость, прибыль, там, цены и так далее. И у людей, у хозяйственников вместо головы стал рубль. То есть, что произошло? Если вот при Горбачеве разрушение шло под видом перестройки, хотя, в общем-то, в этом слове уже звучит изменение строя, перестрой, то при Хрущеве наступление на социализм, на коммунистической основе, поскольку социализм – это коммунизм, в первой фазе, шло под прикрытием разоблачения культа личности Сталина. Вот что происходило. Ну и, наконец, куда это должно было дойти? Это пришло к тому, о чем вот здесь товарищи из Китая упоминают, что Сталин крепил диктатуру пролетариата, он был в системе диктатуры пролетариата, он вождем был диктатуры пролетариата. А что с диктатурой пролетариата сделал Хрущев и его сторонники? Они ее выбросили. Но чтобы ее выбросить, нужно было сначала 20-й съезд, который почву подготовил, а на 22-м съезде произошло ключевое событие. Какое? на 22-м съезде в докладе о программе партии, а это уже здесь забито было, я уже вам упоминал, цитировал, что вот на 20-м съезде было принято постановление о подготовке новой программы Коммунистической партии Советского Союза. То есть это все было достаточно спланировано, это тут было нестихийно. И вот этой программой, которая выбрасывала что из программы? Главное в марксизме, а главное в марксизме и диктатуру пролетариата. По поводу чего Ленин, как известно, высказывался так, кто-то не понимает, что должна быть либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии, то есть либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуны, но и на собрания пускать стыдно. И вот видимо такое было состояние идеологической работы, благодаря этой деятельности Хрущева и его подвижников, что делегаты 22-го съезда тоже единогласно, это действительно культ личности. Первый секретарь сказал, голосу на удивление, я когда посмотрел документы, даже расстроился, ну единогласно голосую, то ли так здорово уже подобрали делегатов, то ли делегаты карьеристы, собственно, вот события 90-го, 90-го, 91-го года показали, что карьеристы на партийных постах составляли подавляющее большинство. Вот мы знаем, кто остался в коммунистическом движении, это Виктор Аркадьевич Стюлькин, Тач-Терентьев, Галиндухина, так, Раков Юрий Евгеньевич, первый секретарь Смольницкого, райкоман, единицы, единицы. Основная масса так с портфелями пошли, ну не в рабочие и даже не в директора заводов, ну прямо в банки и пошли, в том числе и первый секретарь обкомов, консультантами в банки эти. То есть вот что подготовила эта хрущевщина. Ну а что это означало политически отказ от диктатуры пролетариата? А это означало следующее. Раз это не диктатура пролетариата, а партия правящая, ну вы понимаете, чтобы записать в бумагу, да еще единогласно принять, надо уже фактически на практике это сделать. Значит, раз было записано единогласно на 22-м съезде, значит, до этого надо было разломать систему диктатуры пролетариата. Она была разломана по существу. Поэтому записали, и что с этого момента получилось, если правящая партия отказывается от главного инструмента движения вперед к полному коммунизму, значит, происходит следующая вещь. Значит, государство бывает либо одного класса, либо другого класса. Если это не пролетарское государство, значит, буржуазное. А раз буржуазное, значит, получилось, что у нас диктатура буржуазии. А как она выглядела, эта диктатура буржуазии? Очень просто выглядела. Имеются те люди, которые связаны были с управлением, те люди, которые сейчас называют номенклатурой, хотя слово номенклатура само по себе неплохое. Это перечень должна сесть, за которым партия должна следить. А тут уже получилось, что номенклатура уже следила за партией. Наоборот. И вот эта вот самая номенклатура оказалась фактическим собственником средств производства. Что произошло? Значит, коммунизм, в том числе его первая фаза, основана на общественной собственности на средства производства. А собственность у нас была государственная. Но если это государство рабочего класса, то поскольку рабочий класс передовой, то его интересы общественные. А раз его интересы общественные, то государственная собственность государства рабочего класса является формой общественной собственности. А государственная собственность, если государство не рабочего класса, оно вовсе не является формой общественной собственности. Вот как сейчас рассуждают. У вас есть коллективная собственность, частная и государственная. У вас есть индивидуальная частная собственность, коллективная частная собственность и государственная частная собственность, поскольку государственная собственность при капитализме – это частная собственность класса капиталистов. Вот и общак. Другими словами. Получился общак. Вот этот общак, если бы он сохранился как в Белоруссии, то получился бы государственный монополистический капитализм. То есть откатился бы социализм к высшей фазе капитализма. Но поскольку у нас собрались такие как Гайдар и как Чубайс, и начали все это делить, разбивать заводы, фабрики, чтобы их потом легче проглотить самим иностранным инвесторам, как говорят. У нас получилось, что все это разбили до такой степени, что у нас экономика упала вдвое. А если вы возьмете ведущие отрасли, там машиностроение, станкостроение, ну там и в десятки, и в сотни раз падение. В сотни раз. И если в целом можно сказать, что вот эта вот задача удвоения ВВП, которую поставил ВВП, решена, в целом. Но она решена, во-первых, по сырьевым отраслям, по пищевым, но по машиностроению нет. И по станкостроению далеко нет. И по инструментальной промышленности тоже нет. Потому что этим никто не занимается. И нет государственно-монополистического капитализма. Все то, что делается у нас сейчас в России, это вот стыдливый государственно-монополистический капитализм. В порядке исключения. Но зарплаты, вот как при хорошем частном капитализме. Потому что, скажем, последние данные о том, что в Роснефти по 17 миллионов в месяц получают члены правления. В Газпроме, ну там бедняки, там всего по 15 миллионов в месяц. Ну а у РЖД, там совсем бедняки, члены правления по 5 миллионов получают. Причем, все же сделано так, что это не государственные предприятия, а как бы они оформлены ОАО с государственным участием. Хоть и с 100%. А следовательно, зарплата идет. Как бы она сначала идет в затраты, а уж от прибыли идет налог государству. Поэтому, чем больше они себе заложат зарплату, тем меньше будет прибыль. Тем меньше идет нам всем остальным от этой государственной собственности. Что происходит? Вот это игра, так сказать. И если в той же самой Америке или в Соединенных Штатах государственно-монобалистичка и капитализм, так они и устанавливают ставку процента ключевую от нуля до 0,25%. Наш сумасшедший блок денежный, либеральный, установил 11% сейчас и не собирается снижать. А эти паразиты, которые называются банками, добавляют еще 10% и получается. Или 11%, 22%. А рентабельность какая у наших предприятий? Ну, хорошая рентабельность считается 10%. Крупные иностранные фирмы работают при рентабельности 3%. Не исходя из того, что высокая рентабельность, что много сделают. Больше сделают и получат большую массу прибыли. Ну, при такой норме процента, ставке процента, которая превышает намного норм банками, заперта вся наша экономика. То есть, кризис нам ниоткуда не принесен. И даже не из капитализма вытекает, а из дурости тех, которые во что бы то ни стало, не хотят переходить к высшей фазе капитализма. Потому что они боятся. А не перейдет ли потом высшая фаза капитализма? Сразу в социализм. Поскольку в социализме есть единая монополия, но обращенная на пользу всего народа, и потому переставшая быть капиталистической монополией. Вот они разломали социализм, теперь опять боятся. Сейчас начнем восстанавливать. Так оно потом возьмет и перейдет опять. То есть, такой испуг просто чувствуется здесь. Поэтому давайте мы как-нибудь будем все мелкий бизнес поддерживать. Мелкий бизнес душит крупный бизнес во всем мире. Вы видели, чтобы какое-нибудь крупное предприятие взяло какое-нибудь крупное монополие международное стало дробиться на куске. Видели такую чепуху? Где этот мелкий бизнес играет главную роль? Вам эти ларьки, в которых вместо туалета ведро, они нам, значит, осуществят технический прогресс, обеспечат подъем могучей России. Что делали? Турстадур. Уму непостижим. Значит, что получилось? Какой строй в итоге? Получился госкапитализм. Когда он получился? Получился он после 22-го съезда. Вот это вот решение 22-го съезда, уничтожение диктатуры пролетариата и ее формально-юридическое закрепление, поскольку это правящая партия, правящая партия, это не значит, что она просто сказала. Нет проблем, что это потом закрепилось во всех законах, этому и в Конституции может закрепиться. Раз уже сказано, все. Дескать, все, рабочий класс не требует. И цель производства изменили. Какая была цель производства в программе партии до 22-го съезда? Обеспечение полного былого состояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Всех членов общества, даже тех жуликов и этих самых подпольных миллионеров, которые уже нарождались. Но о них тоже заботятся. Всех. Но не в таких размерах, конечно. А что записали в эту программу новую? И вот люди сидели, как будто Ленин у нас не продавался, как будто невозможно было это прочитать, как будто стреляли в тех, кто читает Ленина и Маркса. Написано у Ленина, что это вот такую экономику, которая для нужд общества, только для уникальния потребностей, еще и тресты могут дать. Так вот, вот эту буржуазную формировку, которую в свое время Плеханов еще предложил в программу, в 1903 году, засунули в новую программу партии при Хрущеве. И что получилось? И это вот это самое коллективное руководство, там концов не найдет. Кто вписал это все? Что за негодяи? Потому что, вот, скажем, есть книга Болдина про этого начальника аппарата Горбачева. Он подтверждает, что Горбачев ни одной из статьи, ни одной книги сам не написал. Ни одной. Поэтому сидят там, пишут, пишут, пишут. Кто пишет? Причем пишут пишущие, журналисты, даже не ученые. А если ученые, то проходимцы, потому которым все равно, что писать. Как куда? Скажут, туда и напишут. И им скажут, вот, не туда написали, напишите сюда. Сюда напишут. А Ленин говорил о тех, кто ни слова не скажет против совести, не побоится никакой борьбы для достижения поставленной себе цели. И вот эта честность, так сказать, в науке, она отсутствовала. Подбирали холуев, так сказать, в этот партийный аппарат. И это холуйство было вокруг тех, кто там как сыр в масле катался, и решал свои личные проблемы, как Горбачев. Вот что происходило в это время. Значит, что получилось? Капитализм. Переходный период к капитализму начался с 22-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. И длился 30 лет до 91-го года. А в 91-м году этот переходный период закончился и произошла реставрация капитализма в России. Вот что произошло. Теперь, в связи с этим, продолжается дискуссия современная. Я уже прихожу к финишу и сказать, что все это очень современно. Во-первых, и по-прежнему выступает против Сталина, также Агулина. По-прежнему он не анализирует, так сказать, как шло развитие, и что мы потеряли, и что нам нужно сделать в массе своей. Хотя все больше и больше публикаций и выступлений по этому вопросу, толковых, хороших, которые надо поддерживать. И по-прежнему есть выступление о том, что диктатура Патриата не должна быть до полного коммунизма. Вот эта хрущевщина в чистом виде. В частности, у нас конференция проходила в Саблино, и там один товарищ выступал, говорит, вот Маркс писал, что диктатура Патриата должна быть в переходный период. И вот он выступал так хорошо. Переходный период, и пока имеется переходный период от капитализма к коммунизму, а что такое переходный период от капитализма к коммунизму? Это строительство социализма, потому что социализм – это коммунизм в первой фазе. Вот государство этого периода – диктатура Патриата. Вот мне после него приходилось выступать, и говорю, и что дальше? А дальше все? Так Хрущев-то при социализме убрал диктатуру Патриата, а вы ее хотите убрать сразу по окончанию переходного периода. Вы супер, Хрущев. Супер. И таких супер Хрущевых много, которые по-прежнему цитируют положение Маркса о том, что в переходный период должна быть диктатура Патриата, то есть критика и годская программа. А Ленина, Великий Почин, вы не читали. А там написано, что диктатура Патриата – это научное, латинское, историко-философское выражение, означает следующее, что только определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные, рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящих и эксплуатируемых, на всем пути до полного уничтожения классов. А для полного уничтожения классов это дело очень долго. Надо уничтожить отличие между городом и деревней, людьми физического, людьми умственного труда. Это очень долго. А у нас что получалось? То было, значит, вместо того, чтобы зафиксировать, что у нас закончено строительство социализма, и теперь идет движение по преодолению родимых пятен капитализма в социализме, опять социалистическое строительство. Вы же построили. Что у вас все время на стройке? Вы были на стройке? Там же грязь, стекла разбиты, там холодно, там жить не надо. Сколько можно жить вообще на стройке все время? Ну, если мы строили, строили, потом давайте перестраивать. Ну, что это за такое дело? Что это за теоретики такие пошли? Поэтому этот вот хрущевизм, он, к сожалению, продолжает жить. Или хрущевщина. Хрущевщина. И надо за этим следить, потому что те люди, которые сейчас среди нас живут, и наши союзники, и, может быть, даже наши друзья и в наших партиях состоят, коммунистических, а вот дойдет до того, как закончится переходный период, скажет, все, они наши противники уже, потому что они хрущевцы, так сказать, в зародыше. И уже сейчас об этом заявляют. Поэтому, как говорится, вот Салинова-Хрущев обвинял в подозрительности. В политике некоторая подозрительность необходима. Это надо подозревать, что не бывает бесклассовой борьбы. В частности, Ленин говорил, что разве не надо бороться с попытками отдельных группок и горсток рабочих, хранящих капиталистические замашки, дать обществу поменьше и похуже, а взять от него побольше. Мне приходилось в те времена, как раз до перестройки, читать в больших аудиториях, в том числе в Доме политпросвещения, лекции. Я спрашивал, борьба с мелкобуржуазностью при социализме, вот когда не то важно, что ты делаешь, что важно за это иметь будет. Она борьба классовая или не классовая? Ни одной аудитории не было, чтобы сказал, что не классовая. Классовая. Ну, значит, при социализме есть классовая борьба? Есть. Ну, так если есть классовая борьба, значит, надо разбираться, кто на какой стороне эти классовые борьбы. Хотя она сложная, в том числе, сколько представителей противоположной точки зрения и мелкобуржуазности, которые хотели выбиться в люди и стать, так сказать, более крупными руководителями, денег больше получить, а работали в системе органов МВД. И могли отправлять в суд и следствие вести в отношении к тем, кто никакой вины не имел. Так они везде были, и сейчас они везде есть. И сейчас у нас в каждом вопросе есть противоположные. Не разные просто точки зрения, а противоположные. Одни за прогресс, а другие за реакцию. Можно, конечно, раскрасить, сказать, что у нас все там многоцветие. Плюрализм. А что такое плюрализм? А вот много-много-много мнений. Мнений-то много, а истина одна. И одна из форм класса борьбы против истины – это утопить эту истину среди множества мнений. Дескать, вы правы, да, вы правы. И вы правы, и вы тоже, и вы, и вы, и вы, и вы, и все. И в этой каше уже человек не разберется. На самом деле истина одна, и мы должны добиваться этой истины во всем. А поэтому бороться в том числе и сегодня против хрущевщины. У меня все. Переходим к вопросам. Какие вопросы к М. Васильевичу? Ну, пожалуйста. Михаил Васильевич, вы когда говорили о современности, о современном положении России, говорили, что куда такая в нее, что банки дают очень деньги промышленности, который высокий процент, который промышленности не могут обеспечить, это уже вполне многие проблемы для стран. Кроме того, что вы таки приносите еще и дают развиваться промышленности. Вопрос такой. Вы полагаете, что владельцы банков и владельцы производственных промышленных предприятий – это разные люди, да? И вот они друг другу дают деньги под разные проценты. Или это все-таки одни и те же? Значит, вообще это разные люди, надо сказать. Вообще это разные люди. И ничего они не дают, потому что никто не берет. Ну, кто будет? Только сумасшедший будет. Вот если я хочу уничтожить свое предприятие с грохотом, ну, то есть я беру, а вы банкир, я беру у вас большой, если вы мне даете большой кредит, и года через, и я его перекидываю на все остальные, так сказать, разные свои компании, и, так сказать, компания это умирает. И все. Так и делается, сплошь и рядом. Это вот берут. А для промышленности я не могу взять, потому что я имею 8, скажем, процентов норму прибыли, а под 22 процента беру. Ну, так что? Значит, отдать-то мне я не могу. Вот, скажем, мне приходилось в последнее время, я внимательно читаю, и «Коммерсант», и «Российскую газету», там представители разных отраслей пишут, «Мы не можем взять, потому что нам это слишком много, мы вот короткий кредит еще можем взять, а длинный не можем. Нам коровник нужно построить, не можем коровник построить, не можем мы при такой норме взять. Завод построить? Ну, за один месяц не построишь, надо год, полтора, два, тем более при нашем строительстве, да с откатами. Значит, нет то же самое, нет, такой процент невозможен. Все невозможно. То есть тот, кто занимается хозяйством, не может заниматься хозяйством. А тот, кто занимается и тем, и другим, он как хозяйственник, может, не может, зато он людей обирает с помощью этих самых банков. Что они делают? Они пускают, раз, никто, если я банкир, и у меня никто не берет. Потому что по такой ставке никто не возьмет. Что я делаю? Я покупаю доллары. Разрешено сейчас покупать доллары? Покупаю доллары и евро. Доллары и евро растут, я еще покупаю. Они еще растут, я покупаю. Потом я чувствую, что уже хватит. Я их перевожу в рубли. После этого останавливается рост долларов и евро. Вот они занимаются спекуляцией. Это организации спекулятивные и паразитические у нас, к сожалению. Хотя это вообще, так сказать, не говорит. Это не всегда и не везде. Но в данном случае они за рамки средневековья, как говорится, ростовщичества, не ушли. Ростовщики. Ну, под другими названиями. Там банк возражения, банк возрождения. Еще вопрос. Банк домашний. Пожалуйста. Мне непонятно. Вы сказали, что госкапитализм после 22-го съезда. Так. Переход к капитализму после 22-го съезда. Переходный период. Вы сейчас знаете, что у нас капитализм? Нет, я не сейчас говорю. После 22-го съезда. Ну, так если он сейчас съест, значит, когда началось это движение, значит, был переходный период от капитализма к социализму, точно так же был переходный период от социализма к капитализму. Вот я вот сегодня утверждаю, и об этом говорил, что он начался с уничтожения диктатуры пролетариата. Потому что диктатура пролетариата, если вы ее уничтожите, превращается в диктатуру буржуазии. А при диктатуре буржуазии куда вы пойдете? Ну, куда вы пойдете еще? Под Красным? Чего не было? Была. Была. Вот эти вот люди, которые в государственном управлении, раз они не подчиняют свою деятельность интересам рабочего класса, представляют собой коллективного буржуа. Но они уходят на пенсию, у них ничего, собственности не становится. А вот поэтому они и начали все это делить, чтобы уйти на пенсию уже собственностью. Поэтому они начали все распиливать и распилили в собственность. Откуда вот эти большие богатства наших миллиардеров долларов? Они что, что они такое сделали для страны? Я объясняю очень просто. Вот Абрамович, он на стройку ходил, сверхурочно работал, носилки носил и вот все скупил. Да? Но они взяли и распилили все это наше богатство. Вот чем они занимались. В 90-х годах? Нет, не в 90-х. Они до этого, в 90-х они распилили, а до этого они совместно вас эксплуатировали. Какая вам разница, у вас один капиталист эксплуатирует, а сейчас в современном капитализме только коллективно эксплуатируют. Акционерное общество – это что значит? Один акционер, второй, третий, четвертый, пятый, вот всех остальных эксплуатируют. Так и есть. Давно уже капитализм приобрел, капитал привел в коллективную форму. А вас удивляет, что коллективная форма капитала в России? Ну, это близко от общественной собственности к коллективной форме капитализма. Это как родное прямо получается. Михаил Васильевич, скажите, можно ли считать главаря меньшевиков и соглашателей Зюганова современным вариантом Хрущева? Ведь, по сути, Зюгановщина, являющаяся продолжением Горбачевщины, та же самая Хрущевщина. Так ли это? Или все-таки есть различия между этими господами? Есть различия. Есть различия. Хотя вот в одном вопросе твердо можно сказать, что это продолжение Хрущевщины. Например, что говорил Хрущев по отношению, я это не затрагивал сегодня, по отношению к тому, что происходит на международной арене. Что новое внес Хрущев в теорию революции? Что революция, оказывается, может быть невооруженная. Что революция, может быть, мирная. Ленин тоже говорил про мирную революцию. Говорит, мирная революция, возможно, в какой-нибудь маленькой стране. Когда рядом в большой стране победила социалистическая революция, и буржуазия малой страны боится, что ей не сносить головы. Вот как в Чехловакии была мирная революция. Там мирная была революция. Там наши войска стояли. Как там контрреволюционеры будут выступать? Так вот, в чем идеология там Зюганова по отношению к революции? Сейчас народ они призовут на выборы, и народ, если проголосует большинство за КПРФ, то тогда они создадут советы. Это Ленин там со Сталином сначала создавали советы, а потом советы брали власть. Нет, у них по-другому. Они вот зовут народ, идите все проголосуйте за КПРФ. Проголосуйте, значит, а мы потом создадим советы, назначим советы. Это что такое? Это та же самая Хрущевщина. Хрущев говорил о том, что теперь мирная революция. Оттуда поддержка пошла в соответствующих течениях в Италии и во Франции. И так называемый новый коммунизм появился, еврокоммунизм, который говорил, не надо этой самой революции. Все, вот люди придут, демократический социализм, поголосуют, и все будет хорошо. Вот в этом смысле это главная деятельность КПРФ. Главное, все этому подчинено. А попутные есть еще и другие результаты, о которых Виктор Аркадьевич рассказывал, он сам был депутатом, знает. Какая попутная деятельность? Ну вот за каждый голос, который за вас будет подан, 50 рублей в соответствующий год. Если в этом году были выборы в Думу и проголосовали миллион, 50 миллионов, 2 миллиона, 100 миллионов. А если еще были выборы президента, хотя понятно, что КПРФ предлагает кандидата в президент, за то, что было президентское управление? Нет. Значит так деньги-то пройдут рекой, значит за каждого проголосовавшего на президентских выборах еще по 50 рублей. Просто так. А что вы против? Ну сколько денег? А у вас ничего нет. Сандропах. Старая жизнь. 120. Уже 120? Ой, извините, я остался. Но я знал, что вот есть профессионалы, которые в недрах, так сказать, все это знают, и наблюдают за этим делом. Я бы так не узнаю. Хорошо Виктор Аркадьевич рассказал. Ну не узнаешь, об этом никто не кричит. Это есть в законе, но хотя считаюсь юристом, я этого не знал. Так, еще вопросы, давайте последний вопрос и к выступлению переходим. Нет вопросов, спасибо. Пожалуйста, выступите по теме Павловича. Пожалуйста, Павлович. Я думаю, что Павловича надо поблагодарить за то, что мы учебный год новый начали с этой темы. И вообще, все-таки, главная мысль, которая в его докладе прозвучала, это то, что к нашему делу надо относиться как к науке. В этом разница, понимаешь? Потому что Сталин говорил, что нам без теории смерти. Мы сейчас многие вопросы изучаем по Сталину и по Ленину. И читаем, как они сами рассуждали по вопросам проблем экономики. И подходили к выводам о том, что должны постепенно при коммунизме преодолеваться элементы товарности, которые нам достались, сразу их не уничтожишь, но они есть и прочее, прочее. И как те, которые приходили к руководствам и государствам, экономикам, которые называли себя коммунистами, и не надо думать, что они засланы агенты какого-то там мирового империализма, и что они открытые враги, как Горбачок пробует себя представить. Вот он сейчас выступая, говорил, что целью моей жизни была борьба с коммунизмом и уничтожением. Честно говоря, он врёт, подлез, понимаешь? Потому что это обыкновенные приспособленцы, которые пытаются потом, или от того, как получится, в себе лавры идейных борцов, и прочее, прочее, приписать. А их креды – это здравый смысл, так называемый, то есть приспособление к тому, что есть, прислониться, урвать, побольше себе, то есть классическая мелкобуржуазная тенденция такая. И вот с этой точки зрения, мне кажется, очень хорош пример Цепко. Есть такой деятель, который сегодня очень часто мелькает на всякого рода шоу, у Соловьёва, у Киселёва, у других. Значит, в своё время один из аппаратных крупных работников, при Горбачёве, при Заветниках. Так вот, в своих воспоминаниях ударился, писал. В своё время нам казалось, в начале перестройки, что надо просто вернуться к основам марксизма, классического марксизма, устранить всякого рода искажения, противоречия, и всё у нас станет нормально. Но у нас, говорит, ни хрена не получалось, а потом оказалось, что мы и марксистами-то не были. Понимаешь, вот, так сказать, классический пример, как приходят из соображений здравого смысла, начинают один забнаркозы, другой МТС перекраивать, так сказать, что-то отменять, менять, думая, что вот от этих перестроек без твёрдой научной основы, без упорного груда можно как-то, так сказать, быстро добиться какого-то узких. По этому поводу Владимир Ильич как-то вздыхал горестно. И от этих перестроек случаются такие бедствия, что я худшего бедствия своей жизни и не знал. Не перестраивать надо советский строй, ссылаясь на то, что он плох. У нас недостатков столько нет, что я больше всех других знаю. А надо исправлять и подкрепить тот огромный политический переворот, который мы совершили, вот этой непосредственной, практической, однодневной работой, которая даёт освобождение и плюс жизни, значит, миллионам и десяткам миллионам трудящих. Вот, например, такая мысль, которая сидит. Вот, значит, главный признак вот этого хрущевизма, если можно так выразиться, вот этой тенденции мелкопорожазной, это отход и нежелание, так сказать, считать марксизм за науку. Главные, конечно, признаки, вот отказ от главного постулата диктантура пролетариата. Отсюда всё дальше наворачивается к какому? Реформы этого здравого смысла рыночные в экономике. А давайте посмотрим, возьмём лучшее, что там есть в буржуазии, и начнём внедрять. Сейчас появляются так называемые теории методологии НЭПа, применительно к сегодняшнему дню, так сказать, рыночного социализма и так далее и тому подобное. И в этом плане я хотел обратить внимание на то, что действительно не надо верить на слова, потому что сейчас развелось достаточно теоретиков и всякого рода политиков, которые себя в грудь бьют, что они Сталина за наивысший авторитет считают. Но мы теперь доклада не найдёшь там у того же Зюганова или КПР, чтобы не было ссылок на Сталина. В то время, как где-то на рубеже 90-го года тот же Юрий Павлов, наш друг и товарищ, выступал, что мы не должны допустить новые Сталины на рецидивах этой Сталины на Польше. И Зюганову это принадлежит. Сегодня они вроде бы как исправились и перевернулись. Это вроде бы на словах. Это вроде бы, когда они у Сталина берут то, что им кажется приемлемым. Вот он, так сказать, государственник, он же патриот, он же, так сказать, и так далее и тому подобное. А когда доходят до дела, то у них народовластие в форме парламентаризма годится. Они выступают за правительство народного доверия, которое честными выборами они тут хотят получить. У них многоукладность в экономике, которая подтверждает капиталистический уклад, и в этом сходится. И вот маленький пример, может быть, кто-то не уловил сейчас. Очень интересный такой пример. Вчера или три дня назад прошла информация о том, что депутаты из КПРФ готовят обращение в Конституционный суд, который просит проверить на конституционность, значит, многолетнее преобладание одной партии в их Думе. Они занимают более 50%. В то время, как в Конституции написано, что у нас политический плюрализм, многопартийность, так сказать, спектр всяких разных гений и прочее, прочее, не является ли это нарушением Конституции? Вот они через суд, вроде бы, внешне, да некоторые благородно хотят прижать Единую Россию, значит, нахтем-то. Ну, если бы они там где-то спорили и пытались чего-то отсудить, хотя бы для пропаганды, с точки зрения того, что нарушается закон о выборах, неравные условия, там, обманы, подтасовки, пропаганда не-то, еще можно было картать, но здесь, вот думайте, у КПРФ есть в программных документах такой тезис, «Наша партия отказывается от монополии на истину». Мы, так сказать, за политический плюрализм, за то, что все должны быть. Вот что для нормального человека, и тем более для коммунистов, значит этот тезис. В то время, как мы считаем, что наше мировоззрение научное, то учение Маркса всесильное, потому что оно верно. Что коммунисты в любом случае должны знать, что будущее за ними. Если мы отказываемся над напольной на истину, значит мы свое учение считаем так. Одно из немногих, один из вариантов. А может и не надо, так сказать, если не примут, как будет. И вот у них из этого постулата вырастают, так сказать, такие уродливые построения. Мы в Конституционный суд буржуазного государства обратимся, пущая, ну, так сказать, свои буржуазные амбиции. Поумерят, урежут. Вот один из примеров, я так думал, из-за современного хрущевизма на практике, который сопряжен с теоретическими выкладками на предыдущие предыдущие. И аналогичным образом ведут себя друзья, оппортунисты, продолжатели славного дела хрущева и на международной арене. Особенно, конечно, это для нас заметно, когда это касается стран, ну, наших бывших республик советских. Вот в Молдавии президентом был два срока подряд лидер партии коммунистов в Молдовой республике, некто Воронин. Так, Владимир Николаевич, по-моему, для его памяти. Сейчас он в несколько сроков не президент, они в оппозиции, вроде борются, вроде гонимые, вроде, так сказать, опять за коммунизм, но совсем недавно дает вот интервью, и когда я говорю, так у вас-то программа коммунистическая или какая-то? А он говорит, у нас программа не коммунистическая, у нас программа реалистическая. Нам не важно, так сказать, там, за диктатуру пролетать, или как нам надо выдавать то, что сегодня нужно на нации. Так сказать, не столько, так сказать, уничтожение частной собственности, где-то, сколько преобладание государства, крупных, так сказать, нанослях промышленности. Так, не столько вопрос там, в какую сторону мы движемся, сколько одновременная евроинтеграция и сохранение хороших связей с Россией, и прочее, прочее. Вот классический пример того, как сохраняется название, сохраняется на словах верность, там, у кого марксизм, у кому товарища Сталина, а на самом деле занимаются, а, политическим крохоборством, а, б, обслуживать сложившуюся систему капиталистическую, подавая ей определенную устойчивость и направляя ту энергию недовольства, которая все-таки у трудящихся рождается, в сторону «давайте на выборах, давайте в следующий раз проголосуем, давайте грамотно отпустим, давайте выберем». Поэтому я призываю в этом учебном году повысить явку, внимательность, старательность и принимать участие. А вопрос по-моему? Потом, вопрос уже после. Да. Ну что тогда? Я на следующих занятиях, я читаю, чего, лекции? Да, я объявление сделаю. Дополнительно? Это Михаил Васильевич, Евгений Аркадьевич говорили о том, что не надо доверять Наскову. Но на самом деле, особенно когда уровень грамотности невысок, без доверия это никуда. Кажданскую войну победили в Красной Армии не пять с лишним миллионов убежденных марксистов. И Великую Отечественную тоже, я думаю, далеко не все, даже из тех, кто в партию вступал на фронте, были убежденными марксистами. Люди шли за Лениным, как в известном фильме. Чапаева спрашивают, да, ты за какой интернационал-то? А Ленин в каком? Ну, с одной стороны. Ну, с другой стороны, это вот привычка доверять, она сыграла очень злую шутку. И вот эта доверчивость руководству, она привирает к Хрущевщине, и в дальнейшем, в более позднем, и Горбачеву доверяли, и Ельцину доверяли, и позже доверяют. И, в общем-то, здесь нельзя не вспомнить с одним из наших товарищей, который задумал продавать квартиру, например, дироскверторами, но его хотели кинуть, когда он от этого все-таки выпутался, его, правда, избили напоследок, он говорит, таких, говорит, приятных и интеллигентных ребят, как вот эти реекторы, я, говорит, в своей жизни еще не видел. И говорит, надеюсь, больше и не увижу. И когда вот всякие там фотогеничные Навальные и там и так далее, и многие, так сказать, даже левые за ними хвост задрак, бегут на бородные всякие, на Майдан и так далее, вот это вот видно, что здесь, конечно, и сейчас это актуально. С этим бороться можно только знаниями, только наукой. А Хрущев, надо сказать, он с точки зрения, кроме разгрома и отраслей промышленности, в том числе и воронной отрасли, он там разгромил очень много, но он еще и значительно разжирил мозги. Вот именно в Хрущевщину вошло, что вот коммунизм, что-то непонятное такое, когда каждый имеет сколько он хочет, а я вот хочу дома с таком, но тут надо воспитывать нового человека, а эту-то задачу решить не могли, и вот какая-то такая вот туман какой-то такой, который, в общем-то, коммунизм вывел на умственном уровне в разряд каких-то утопических, нерешаемых задач. А то, на самом деле, коммунизм – это все просто. Это бесклассовое общество, бесклассовость достигается путем уничтожения различий между умственным и физическим трудом, между городом и деревней, а это, в свою очередь, достигается увеличением свободы, сокращением рабочего времени, необходимого времени, которое человек должен своим трудом работать для обеспечения жизнедеятельности, и свободным временем, которое не просто, там, сидение на завалинке, играния в карты, а развитием и служит для всестороннего развития личности. Вот чем больше вот этого развития личности, и люди творческо занимаются тем, что им по душе, с наивысшей отдачей, и чем меньше время, вот когда люди в рамках каких-то производственных отношений, там, в какой-то иерархии занимаются необходимым общественным трудом, вот это есть мега-движение коммунизма. И здесь, в общем-то, ничего неестественного нет, уже современный уровень производительных сил, в парне позволяет коммунизму полному в парне перейти. Ну, видно, как тормозится это, и как сознательно разваливают, высшую школу разваливают, промышленность разваливают. То есть, вот наглядно сейчас, в чем преимущество капитализма в России, в том, что он наглядно показал, как капитализм действительно реакционный строй, и как он все тормозит, все при нем гниет, и все при нем разваливается. Ну вот, а здесь надо учиться, я, так сказать, хочу напоследок еще сказать, что кроме лекций вот здесь, в университете рабочих корреспондентов, последом, со следующей недели, начнутся занятия в Красном университете. Подробнее, ну, это можно хоть набрать в любом поисковике, Красный университет он выдаст. Там учеба проходит более систематически, там надо выполнять задания, и, соответственно, на выходе люди получают диплом. Вот это все, что я хотел сказать. Ну, я в качестве заключительного слова хочу обратить внимание на то, что я уже говорил, что вот нельзя нам слово доверять. Вот, казалось бы, КПРФ, в который вы на него так напали, а мы вот порадовались, был Октябрьский пленум 2014 года, КПРФ вдруг заговорил о диктатуре бультериата, и тот же Белов, который нажаловался моему университетскому начальству в свое время, и чуть было бы меня не выгнали из университета за то, что я в него, в райкоме, в Смольнинском, читал о диктатуре бультериата, он теперь вдруг, значит, пропагандист диктатуры бультериата. Это, говорит, надо, мы должны начать говорить вот этими ленинскими словами. А что вы делали до этого? Что вы делали? Какими словами вы говорили? Шарфы, наверное, теперь пропали эти с народовластем-то. Народовластия, помните, да, все эти красивые такие? Уже их нету, может, не проходит? Ну, а как вы думаете, до какого периода? Я внимательнейшим образом читал все эти идеологические статьи КПРФ про диктатуру бультериата. Там очень четко замаскирован, на какой период диктатура бультериата, чтобы она получалась только на переходный период. Вот цитирует Маркса из коридористской годской программы, что вот переходный период государства является государственным, где-то трот и ад. А дальше ничего не говорится. То есть, если я собираюсь доехать до Москвы, ну, ясное дело, что до Балагова я доеду. А если я доеду до Малагова, это не факт, что я доеду до Москвы. Поэтому вот в этом и есть, так сказать, хрущение. И безграмотность. А безграмотность состоит в следующем. Скажите, пожалуйста, мы этот вопрос обсуждали в университете рабочих корреспондентов. Когда построен был коммунизм в СССР? Коммунизм в СССР был построен в середине 30-х годов. От слова «коммунизм» – общее. Общественная собственность была создана. И вот насколько надо быть безграмотными людьми, и какая должна быть учеба партийная в этот самый хрущевский период, ужасающая. Если людям говорят, что через 10 лет будет первая фаза коммунизма, а еще через 10 лет будет высшая фаза коммунизма. И нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Так прошлое поколение жило бы это. Мы будем жить при капитализме. Считать наоборот надо. Вот то поколение, которое при Хрущеве было, вот мне было 16 лет, как раз в период, когда был 22-й съезд, и я в голове имел хрущевизм. И потом долго-долго от него с помощью Ленина освобождался. И вот нынешнее поколение, то есть вот то поколение, которое тогда жило, тогда жило при коммунизме, а сейчас живет при капитализме. В этом смысле мы богаче и полнее понимаем действительность, чем нынешние. Они только жили при капитализме, а те жили и только при социализме. А вот наше поколение, которое вот как раз, вот я 45-го года, мы и так жили, и так жили, поэтому нам легко разобраться. А Марс говорил, что нельзя экспериментировать в общественных науках, нужно вот абстракции силы применять. А тут эксперименты народом проводили, такие как Хрущев. Чтобы они не проводили, значит, вот я присоединяюсь к тому, что сказал Иван Михайлович, надо учиться коммунизму. Хотя и тоже из Ленина в Уфа говорят, учиться, 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 не важно чему. У Ленина написано, учиться коммунизму, а не просто учиться. Мало ли чем я учусь. И потом, если я учусь в какой-то отраслевому делу, то не забывайте, что некоторые люди, которые учатся тому, как разваливать все, общее дело всех трудящихся, могут развалить. Причем, чем больше зависимость между разными отраслями, между видами производства, тем меньше людей нужно, чтобы разломать общее дело. Ну, как в каждом сложном организме, вы сломаете вот одну вещичку, и все пропадет. Поэтому в этом смысле нужна теоретическая даже бдительность. Нужно в этих вопросах разбираться, потому что, как выяснилось, что это не просто теоретический вопрос, это вопросы нашей будущей жизни, жизни наших детей и наших внуков. Это вопросы самые насущные. И точно так же, как врачи советуют чистить зубы каждый день, и не обязывают, но вообще советуют завтракать, обедать и ужинать в одно и то же время. Нужно каждый день, какое-то время, или каждую неделю уделять время для того, чтобы изучать марксизм, ленизм. Вот это вопрос о самых коренных вопросах нашей жизни. Иначе мы из этой грязи, в которой находимся, никогда не выберемся. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Васильевич. Благодарим за это. Друзья, коллегчим. Объявление. Объявление. Следующее занятие у нас плавно в четверг, через неделю. Тема занятия «Задачи коммунистического движения России» ведет занятие Виктор Акадьевич Кюрди. Так, еще объявление, пожалуйста. Объявление. 4 октября заявлено согласован митинг, посвященный трагическим событиям на 4 октября. Митинг состоится на Марсовом поле, это воскресенье 4-е, в 12 часов. Приглашаю все. Все, спасибо. Продолжение следует...